Я заложила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Приведите их в боевую готовность. Первый заряд прямо перед вами. Добро пожаловать на Барнео. Нет, не на радиоволну, а на Барнео. Это канал Подтекст. Мы продолжаем приключения Натана Дрейковича. Получаем награды. Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага, вот и он. Отлично. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вайб ракеты. Когда вы введете заряды в боевую готовность, используйте детонатор. И ба-бах. И ба-бах. Этого они точно не ожидают. Будьте осторожны. Лазаревич поставил своих людей по всему периметру. Лазаревич. 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 Она просто так говорит за интересное его имя. Вот. А, то есть, я не запрыгну должен, да? По крайней мере, не так, как я думаю. Ладно, ладно, это просто. Пока не вижу людей по периметру, но ладно. Точно нет. Ладно, все, не дурачим, сидим по миссии. Эть. 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 Гляди в оба. Могут быть патрули. Да, вы уже сказали. А вот вайб, короче, ракеты и... А, это здесь точно есть косяк перевода. Это я прям помню из трудностей перевода. Вот. Эй, осторожно. Наверху. Я не вижу. Никто не должен заметить. Надо убрать этих ребят. По-тихому. Как по-тихому? Если у нас нету тихого оружия. И каких ребят явленный... Ну тише ты, наверное. У тебя слишком много шума. Мне это нравится. Тебе слишком много шума. И с магнума такой туф-туф. Ну, мы справились. Уверен, этого никто не слышал. Интересно, а Салли могут убить? Типа он там что-то бегает, стреляет. Ладно, стелс-миссия провалена. Интеллект во второй части у врагов стал поинтересней. Как отниматься? Анимация гибели. Интересно, с оружием все стало получше? Нет? Ну, в плане их количество увеличилось. Ну, давай! Откуда? Саллимон, они все равно не нужны. Можно качнуться на руках и прыгнуть. Хе, ты, конечно, сможешь. Ладно, погоди, старик. Попробуй найти другой путь наверх. Old man. Ну, пока что оружие все равно то же, что было в первой части. Давай по стопам Криса Редфилда. Ну, че-то слабенько. Крис, действуй уже. Нейт, сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. Мы должны вроде приближаться ко второй бомбе, нет? Они уже должны были вернуться. Часно, свидетели. Разделайся с ними поскорее, пока они не похвали на помощь. Зовите на помощь, ребята. Мне сказали, вы умеете. Вообще, я так... Настолько... Мазилом. Кошмар какой-то. Может, я неправильно понял. Потому что я был уверен, что тут 4 бомбы. Первый мы запустили, еще 3 должно быть. Но я больше не вижу. Вы приближаетесь к первому лагерю. Я разместила там заряды. Ага. А сначала вам придется расчистить себе план даром для деятельности. Типа, нам надо завалить людей, чтобы взорвать бомбу? Логично. А я не туда пошел. Так, и куда мне? Это ведет просто к золоту. Сюда нельзя. А, все, я понял. Я просто перелез, да? Мне нужно было тут забраться. Да. Оп. Там ничего нет. Когда же он признает поражение? Признает поражение, Назаревич? И не смеши меня. Вот лагерь. Ты готов? Поехали. Ничего еще ему надо. Если вас завалить, то услышит нам каюк. Вам так и так каюк, ребята. Тут, типа, я так понимаю, очень много миссий на стелс. Дефис вариативных миссий. Которых мы можем как действовать по стелсу. Вот так и так. Понятно. Ладно, это было клево. Такой. С прыжка. Восстанавливается. Восстанавливается. Нет, да? Бабах. Все, победили. Кто, блин, прячется за взрывоопасной бочкой, чувак? Безопаснее было, я не знаю, гранатами кидаться под себя. Блин, что в Керазе? Интересно, будет ли момент, где мне придется прятаться за чем-то взрывоопасным? Ой, капец, у него дробаник. Нам хана. Нет, мы выжили, пушек. Я думал, все, хана. Салли тут прячется. Типа, его не видно. Нифига себе, Нейт. Новые трюки выучил. Сальто делает. Понятно, подсаживатель. Теперь надо найти взрывчатку и привести в боеготовность. Да, но надо, чтобы ты... А, еще четыре. То есть, не стоит четыре, а еще четыре. Подсади меня. А нет, взрывчатка где-то тут должна быть. Я думал, взрывчатка наверху. Видимо, я ошибся. А вот. Очень незаметно. Осталось заложить три заряда. Так у меня просто они тоже здесь? Или там ты все-таки меня уже подсадишь? Нет, не подсаживают. Значит, все четыре здесь ставятся. Окей. Понеслась. Ищем. Ну, я думаю, второе где-нибудь тут. Да. Нюанс в том, что я шел по принципу платформ, и платформы как бы кончились. Осталось всего два. Ну, и замуж тут еще где-то залезать. Да, пипикает, пипикает. Пищит тут. Но это три. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Надо только понять, где его ставить. Я просто вижу, три платформы, и на все три мы поставили. Нет, просто не понимаю, где еще можно. Хватит дурачиться, парень. Приведи заряды в боеготовность. Ладно. Совет был куда-то туда. Давайте посмотрим. Привецали. А. Вот он. Я понял комнату, но не угол. Пора навесить Лазарьевича. Да, пойдем, спросим, что, как у него. Нифига ты втопил, конечно, молодец. Ну да, и тем более, что детонатор еще у него. Сейчас он случайно кнопку нажмет, и все. Да ладно, я же что, Салли нас не кинет. Мы, блин, ему столько раз задницу спасали в первой части. Это был странный диалог. Мощно же это было цунами. Если забросило корабли так далеко на сушку. Интересно, будет взаимосвязь, типа, что Лазаревич хотел купить этот Эльдорадо. И поэтому чувак с первой части пытался ее украсть. Эта штука вечно ломается. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж и много. Чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли может. Ну и напросился. Рукопашный бой. Ну, да. Так, вы вырулись. Ну-ка, смирались. Фактически, скорее, доработали. Решала твоя помощь. Да ты и сам справлялся. Вот тебе еще один. Салли. Мастеру Кабашный бой. Можем страдать ерундой. Нас ждут великие дела. А что ты называешь ерундой? Да, я тут в одиночку четверых плохого. Я почти как Робин Узобин Барбек. Слопал 40 человек. Или кого там было написано «Да, одним ударом семерых». Уже не помню. Пойдем вдоль трубы. А, но мы остались без оружия. Трубопровода. Прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь мне напоминать? Глава 4 раскопки. Ну, тогда на этом и закончим. Хотя, как по мне, глава оказалась очень маленькой. Но не я их распределял по количеству. Так что большое спасибо, что посмотрел с нами эту сверх короткую главу. Или все-таки еще... Нет, давай еще чуть-чуть пройдем. Если она будет длинной, тогда закончим. Если глава типа блинхопы закончилась, то ладно. Типа мы... Прям очень маленькая глава выйдет. А... И куда? Да. Просто в прошлой части у Uncharted был такой, что одни очень быстрые, а другие очень долгие. Три месяца, и ты ничего не нашел. Но подожди, мы... Мы же все... Суровый Мазаревич. Этот человек пытался украсть находки с пятого участка. Ты предал меня за это? Нет, нет, Зоран, я объясню. Нет, нет. Ох, суровый. Не надо, не надо. Меня окружают предатели и хлопцы. Не пора ли совсем испортить ему настроение? Хе-хе-хе-хе. Давай. Перемога! Обыскать лагерь! Бегом! Пошли. Надо проверить. Вперед, парень. Я тебя прикрою. Ну и кто тут бросил снайперскую винтовку? Осторожно, Мэйд. Похоже, не выставили дозорных. Ладно, парень. Наш выход. Ох, ну и кто-то! Ну и кто-то. Обога! Ой! Итак. просто сам всех уберет нет это терпеть он только что чувака выкинул просто так не прям просто зале едут и прикрываешь я все равно жду поднял мне кажется девах она скинула типа флин ничего не нашел за три месяца нитки а давайте-ка выпустим дурака нейта который по-любому за нас работу сделает я вот прям жду такого поворота сюжета опять же напоминаю что я не играл игру ранее похоже лазаревич настроен серьезно сами видел бы ты все это у него досье на каждой экспедиции в шамбалу аж семнадцатого века вот они шевелись у тебя мало времени да 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 достойный пилигрим легко обошел все препятствия на пути к шамбале и что по-твоему это значит без понятия с великой печалью смирился я судьбой моих товарищей их роком стала ужасная ноша что мы не слышали шамбалы вспомните что было прошлый раз чёрт соли камни чем там они здесь нет слушай пусть до меня обрушится гнев хубилай хана я не унесу чем там они из его святилища у марка пола не было камня да что же это за ужасная ноша я не знаю если камни здесь нет то что же тогда ищет лазаревич шамбалу он пытается пройти по следу марка пола прямо шамбалу потому что камень лежит там хлор говорить можешь на этих раскопках они нашли какие-нибудь тела останки тут разбился корабль шестью сотнями людей и нет ни одного тела и куда же они делись куда ты побежал цунами в пища бинга надо подняться в горы там мы найдем людей марка я буду мне нужно еще минуту гранаты что уж пригодятся чтобы выполнить прицел нажмите l2 l2 а l2 и l1 но это не очень удобно если честно собрать без прицел а это было ничего он драматизирует о господи это далеко полетел все то есть гранату лаконечное количество напитно ну прям смогу разойтись меня не пусть подождут все в пределах очереди нифига их нормальная за стеной не заденет не надо скажи чтобы не заходили скажи что у меня не убрано а это соли нормально правда помни стреляет но но просто вижу как там чувак перепрыгивает а соли такой ничего не делают пал туришь старый но хотя никто и не идет так что она никакой заходит фланги не идет не надо мне с фланга заходить или это типо не на него там с фланга заходит или окружают в смысле окружают я уже разобрался со всеми где ты там он стреляет да здесь я здесь а как мне ему помочь я не вижу так понятно не так я даже не уклоняюсь чувак я стою у стены ладно тут прям под музыку кинули а это обидно нет 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 чувак один никакого дробовика мне в прошлой части не понравились а как я помогу соли кто бы мне помог кто-то запрось ты гранат а у меня нет гранат может кто-то есть гранаты да подряд да подряд предполагалось что все это время беру тут но возможно попал попал а понятно очень удобно мастерский бросок я даже сказал наверное сюда но джунгли как будто стали чуть похуже чем в первой части не знаю я не эксперт по джунглям ну как то может просто локация попроще ух ты салли взгляни на камни ты беспалевно ушла что после атаки кажется здесь покоятся останки команды марка пола посмотрим черт я случайно я перепутал кнопки без обид этому храму не меньше тысячи лет не меньше и вы это определили по камням как спускаться будет это я серьезно как спускаться будет ну не прыгнуть же мне просто вниз нам вниз да ну похоже мы срубили джекпад первая часть зубы просто черные господи да у них у всех такие толпана наверно не укрылись здесь от цунами черные зубы в первой части по день с большого социана какой-то ключ было равно смерти поэтому в этой части я чуть-чуть скептичинг прыжка я бы вроде что-то нашел здесь что похоже они несли сюда груз с места кораблекрушения опять опять смола я такой уже видел что-то не до хрена ее набрали смотрю соли посвяти постойте это кровь это смола идем ультрафиолет посмотрим куда он ведет а вот на полу все я понял сейчас мы найдем что у кого-то кроме типа какая-то часть крови ушла до след обрывается у стены да странно этот поддается соли помоги мне сейчас обвал устроить прости следы ведут сюда может это бред но похоже они поубивали друг друга конечно если в прошлый раз у нас были зомби вполне может быть ситуация что они сошли с ума и напали друг на друга сыграли так с этим марку пола что у нас тут осторожно это ключ это пурба ритуальный кинжал из тибета он устраняет препятствия что ну в смысле духовные а постойте соли не о нем ли говорил марку пола я не понимаю даже о чем ты говорил в дневнике он писал что достойный пилигрим чудесным образом обошел препятствия на пути в шамбалу с помощью этой штуки слушайте все это конечно очень здорово и интересно но идти то куда ну может просто на карте посмотрим ну-ка покажи смолу используйте а то вдруг там наклон между великой индией и провинцией тибета лежит земля усеянная чудесными храмами их золотые шпили видны до самого горизонта шпили слушай я знаю о чем он это в непале да только это больше не земля храмов это большой город да это усложняет задачу пам пам погодите тут еще из множества храмов лишь один скрывает тайный путь в шамбалу и путь этот откроется лишь пилигриму что владеет золотым ключом здорово молодец парень так чего же мы ждем уходим отсюда ладно пока я пойду разведаю обстановку она сейчас нас кинет по-любому сейчас мы выходим и там лазаревич со своими людьми так эх ах ты черт пошли гарри сюда это дрейк какого черта руки вверх не можешь с ним расстаться заткнись ну конечно это ты а это почтенный виктор салливан объясни мне на кой черт тебе сдался этот старый хрен это чертовски смел для человека который три месяца гнил за решеткой это лучше чем три месяца бегать кругами по джунглям но корабли то я наш сам бы ты даже собственный зад не нашел их даже с картой они явились вот оттуда гари посмотри-ка кстати о картах между индии и тибетом храм таит в себе дорогу в шамбалу слушай флейн я не узнаю тебя да брось ты неудачник отведи их к лазаревичу ты у меня пожалеешь что вышел из тюрьмы идем прикинь прыгнуть и ногу и все сейчас она конечно же убьет так надо сделать что ж мне так скорее поверят попробую отвлечь их от вас встретимся в непале бегите соли какой-то меня поцеловать вот умница наш не поспоришь я все равно я не верю черт нас заметили застряли часто банально черт это было близко спасибо тебе ползай нейт ползай да скидывай нахрен старого черт и что теперь делать прыгать погоди каков бой совсем из ума выжил мы просто сломаем себе шею да если не прыгнем шею нам сломает лазаревич я уже слишком стар для всего этого ай да ладно только не начинай опять слушай ты у нас везунчик ты и прогреть вроде меня должен знать когда остановиться салия мы выберемся ясно как всегда ты поедешь к своей красотке в непал а я туда где тепло хватит ладно расскажешь мне обо всем когда вернешься вот они черт ну что вперед после вас увидимся в аду яхо побереги черт горит как какого хрена мне что только выжили а где пау ты была права когда сказала что у лазаревича неплохая фора он заручился помощью местных бандитов этот город уже давно на грани гражданской лайки нужно было на этом закончим а мило да в этом хаосе можно смело перевернуть город вверх дном в поисках храма никто не занесет нэйт эй эй да я слышу надеюсь ты не думаешь отступить кто я нет не я уже мечтаю разделываться с этими клоунами карта есть Встретимся на старом рынке Там вроде бы все тихо Ладно, понял Черт У меня гости Ну здорово Так, нет, на этом серию закончим Я думаю физически Он станет огромной Большое спасибо тебе, что вместе с нами проходишь Uncharted Это веселое приключение Приятно делить вместе с тобой Подписываться, ставить лайки Выбираешь только ты сам Я лишь попрошу передать привет Квену Пока-пока